1 мая в Иванове это не только праздник весны труда, но еще и спорта. Юбилейная 85-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край» объединила сотни спортсменов. Традиционный маршрут пролегает по центральным улицам города. Его протяженность почти 6 километров. Активную фазу подготовки к эстафете бегуны начинают не меньше, чем за месяц. Усиленные тренировки по несколько раз в неделю – вот залог хорошего результата. Выкладываться на все 100 и приходить к финишу первым помогают болельщики. Посмотреть на, пожалуй, главное спортивное событие года сегодня пришли тысячи горожан. Очень хорошее настроение. Эстафета для нас – это показать мощь вообще наших детей, как они участвуют в спорте. Готовился долго, настроение хорошее. Думаю, наша четвертая школа победит, займет первое место. Тренировка была усиленная, готовился я довольно долго. Недели четыре мы подряд готовились. В понедельник всегда пятница. Всех спортсменов разделили на несколько групп. Мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины, а также семейный забег. В каждой команде 18 человек по числу этапов на дистанции. Традиционный лидер эстафеты среди школьников – сборная лицея номер 22. Уверенный старт, слаженная работа на всем пути и победный рывок на финишной прямой. Андрей Акимов приносит первое место своей команде. Вообще, насколько ответственно бежать тут последние там? Ну, я думаю, так же ответственно, как и предыдущие 17. Вот, потому что от каждого зависит, какой будет разрыв, какой отрыв, сколько догонять или какой же результат нужно сохранить. Участники эстафеты радуются. Погода не подвела. Бежать под дождем или когда ярко светит солнце – непросто. Главная задача – собрать все силы и справиться с волнением. Не обошлось в этом году и без изменений в программе. Если раньше эстафета открывалась вип-забегом по малому кругу на тысячу метров, то теперь от него решили отказаться. Просто не укладывались по времени, потому что город мы можем перекрывать только на какое-то определенное время. И не хотелось доставлять неудобства нашим автолюбителям на протяжении более долгого срока. Вот только с этим. Потом подумаем, как строить, и я думаю, что надо бежать просто всем 6 километров и все. Все победители получили ценные призы и памятные дипломы. У тех спортсменов, которым повезло меньше, впереди целый год, чтобы подготовиться к следующей 86-й легкоатлетической эстафете. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иванова.